всем привет это я петя я сейчас нахожусь центре москвы на такой рождественской ярмарке в венском или даже венско-русском стиле напротив меня находится здание московской мэрии вообще все очень красиво выглядит и красиво украшены и сегодня принципе такой довольно таки теплый день в москве ну что означает что температура теплее чем минус 10 градусов я приезжала в россию москву уже на протяжении 11 12 лет поэтому у меня большой опыт и конечно многое здесь меняется сегодня 29 декабря уже практически конец 21 года уже 21 месяц примерно мы находимся в ситуации пандемии и сейчас в такой фазе активного омикрона но здесь знаете интересно такое ощущение что это уже ментальность после пандемии как будто бы пандемия уже закончилась ну что это означает то что я например не вижу чтобы прям все люди носили маски в общественных местах даже метро где маски требуется ну наверное ситуация 50 на 50 я бы сказал что 60 процентов людей наверное носит маски и то носят их не совсем правильно то есть часто они висят под носом ну такое вот laissez faire отношение к обязательному ношению масок я конечно не знаю именно сколько конкретно людей в маске вакцинированы но этот показатель конечно меньше чем в Америке или в США я вообще подумал что это просто продолжение той политики что большинство людей должны переболеть на пути к тому чтобы получить общий иммунитет и вообще общество просто намного меньше здесь боится переболеть ковидом это все конечно отражается на поведении людей но это не означает что это плохо один из эффектов который имеет такой подход является то что на самом деле люди не являются такими депрессивными люди не настолько запуганы чтобы носить маски и стараются просто продолжать делать как-то свои дела но если не абсолютно нормально то хотя бы приближена к нормальности в общем в Москве такое ощущение как будто люди сказали ковид ну все это больше не кризис омикрон ну подумаешь бог с ним люди продолжают жить и поэтому ситуация конечно отличается намного от европейской ситуация сильно отличается от Америки где на самом деле люди очень паникуют особенно в связи с этим эмикроном а я думаю что омикрон это возможно начало конца у нас есть сейчас романтический уикенд в гостинице марион грант в самом центре москвы на тверской нам еще сделали апгрей до углового сюта это очень красивая комната с красивым видом но интересные детали является то что я ведь часто останавливался в этом отеле на протяжении многих лет и очень часто здесь всегда было много экспатов и иностранцев а теперь очень интересно что порядка 80 даже 90 процентов туристов в этом отеле это русские туристы или туристы из бывших республик россии стран снг это такое новое чувство видишь что россияне из других частей приезжать навестить москву и это конечно новый микс но это интересно пирожки обалденно leme если когда мне estilo книга россии то она будет называться понюхайте как пахнет хлеб потому что русские всегда нюхают как пахнет хлеб это уже третий раз когда мы приехали в москву во время пандемии мы приезжали в октябре 2020 года и юне 2021 года и сейчас декабре И могу сказать, что все эти приезды во время пандемии не были слишком сложными. Алисия просто каждый раз очень тщательно изучала и проверяла, какие на данный момент правила въезда, потому что она и дети въезжают по российским паспортам, у них, конечно, нет проблем, а я уезжаю с американским паспортом и просто с российской визой. Если вы, как американец, являетесь членом семьи, то въехать не так сложно. По требованиям вы не должны быть обязательно вакцинированы. Я, например, вакцинирован и мог бы показать документ о вакцинации в Америке, но они не спрашивают такой документ. В этот раз в России требуют лишь ПЦР-тест, сделанный за 48 часов, и этот тест действительно проверяют на момент регистрации на рейс и также проверяют уже после того, как вы приземляетесь в России. Ну, в целом, все это не так сложно, и особенно если вы, как американец, являетесь частью семьи, то это все возможно. Если же вы турист, если вы влетаете в Россию по туристической визе, то в вашем случае, опять же, просто нужен ПЦР-тест. Находиться и делать дела в Москве не слишком сложно. Если вы собираетесь в ресторан, например, то вам не нужен никакой тест, и можно там даже не носить маску. Ну, мой выбор все равно носить маску, по крайней мере, когда я нахожусь в такой большой публичной зоне, или, по крайней мере, когда я сажусь к столу до того момента, когда мне сервируют еду. Что касается больших массовых мероприятий, на которые мы ходили, ну, например, сейчас в Москве, конечно, проходило большое количество новогодних елок, то там, да, нужно было показывать QR-код, который можно получить только если вы вакцинированы двумя дозами, например, вакцины «Спутник Ви», либо можно получить такой QR-код, если сделать тест на COVID за 48 часов, и этот тест негативный. После этого тогда вам дают, так называемый, QR-код или бар-код, который действительно в течение 48 часов, который сканирует. В общем, нас действительно спрашивали по поводу этих QR-кодов, поэтому мы несколько раз делали тесты, но в целом все это возможно делать. Конечно, это неудобно для тех, кто не хочет делать тест. Вот это здание Российской Думы, это что-то типа американского конгресса. Вы видите такое большое государственное здание, такое величественное. Но интересно, что снаружи это здание окружает всего лишь один забор. Вообще-то это интересно, что это никакой не укрепленный, усиленный забор. Это просто самый обычный забор около государственного здания, в отличие от Америки. Да, есть о чем задуматься. А это самый известный символ России – медведь. Да, это действительно медведь. Надо хорошо относиться к медведю, надо любить этого медведя, не надо в него чем-то тыкать, не надо туда пытаться сунуть руку, да, не надо. Будучи туристом, который, скажем так, приезжал в Россию уже на протяжении 10-11 лет, и по работе, и по семейным делам, я вижу, конечно, очень много изменений. Та тенденция к русификации, которая существовала уже, то, что российские туристы начинают больше сами ездить по России, и иностранных туристов становится меньше, эта тенденция, конечно, усиливается. То есть, практически, наверное, 90% тех туристов, которые я видел на улицах Москвы, это точно российские туристы или туристы из стран СНГ. Очень мало в этот раз я заметил туристов из Европы, даже еще меньше я заметил американцев, но прям совсем чуть-чуть, в то время, как раньше, конечно, американцы мне часто попадались. Но в целом я должен сказать, что Москва по-прежнему процветает. Да, это то, что я вижу. Рестораны переполнены, нам было действительно сложно забронировать место даже в рестораны, какие-то более модные, в которые мы с Олесей хотели сходить, но в Москве, конечно, огромный выбор, поэтому если вы не можете сходить в какой-то один ресторан, вы просто выбираете другой ресторан, и это тоже будет качественное заведение. И, кроме того, постоянно открываются новые рестораны. Сейчас я нахожусь около Большого театра в Москве, это действительно замечательный театр. Нам с Олесей посчастливилось сходить сюда на несколько балетов. Я видела еще Лкунчик, Евгений Онегин и Ивана Грозного. В общем, это действительно просто потрясающее место. Несколько лет назад этот Большой театр отреставрировали, обновили, и, мне кажется, он стал еще даже лучше, чем был раньше. Это культурные впечатления, которые мы получаем, когда находимся в Москве, когда мы идем на балет, на оперу, конечно, когда мы идем на всякие детские спектакли и елки, это просто потрясающе. В Америке сложно представить что-то похожее, но разве только Нью-Йорк может сравниться по уровню представлений. Но и в Лос-Анджелесе, где мы живем, и особенно на юге Лос-Анджелеса тоже сложно представить что-то подобное. Ну, кое-что у нас есть из театров, но это совершенно не тот уровень. КОНЕЦ В этот раз мы опять гуляли немного по центру, и я гулял по главной улице Тверской, и выглядит все достаточно хорошо. Но я заметил все же, конечно, некоторые пустые витрины. Некоторые площади, где раньше точно были достаточно успешные бизнесы, понятно, что выехали, сейчас пустуют, поэтому пандемия, конечно, наложила определенный след на всю эту систему. Еще из интересного я заметил, что абсолютно точно стало больше русских мест, например, каких-то русских магазинов, российских брендов, ну, например, грузинских ресторанов или других мест с стилистикой СНГ. В то время как раньше было больше западных магазинов, каких-то западных брендов, а сейчас точно абсолютно западных меньше, а российских больше. Я постоянно слежу за экономическим отчетом, который анализирует дороговизну разных мировых столиц, потому что мы с Олесей жили уже в разных городах, включая Москву. Ну, так вот, Москва сейчас находится примерно на 40-м месте по дороговизне в списке 100 крупнейших городов мира в плане того, насколько дорого там жить. 40-е место – это однажды не высокое место, потому что Москва до этого находилась примерно на 10-м или 15-м месте. Это такой долгосрочный тренд, который начался примерно в 2010-м году, когда рубль был еще сильным, то есть одному доллару соответствовало примерно 30 рублей. А сейчас, конечно, когда доллару соответствует примерно 74 рубля, это означает, что рубль потерял свои позиции примерно на 40%, и это видно по ценам. То есть это, конечно, сделало Москву, на самом деле, более доступным и более экономичным городом. То есть, на самом деле, если вы хотите посетить Москву, то этот город, конечно, стал для посетителей намного более дешевым, чем Париж, чем Цюрик, чем многие другие, практически все европейские города. Для иностранцев здесь будет более выгодно, например, ходить в хорошие рестораны, ходить на всякие концерты, шоу, и даже просто что-то покупать. Все это будет более выгодно. Конечно, я думаю, понимаю, что русские люди не думают так же, что Москва это дешевый город, потому что они ориентируются на рубль. Но если вы привязываете цены к евро или доллару, то получается, что все недорого. Если вам нравится, о чем я рассказываю, вы продолжаете смотреть. На третий – ставьте лайки. Я бы еще хотел сказать несколько слов о медицине в России, в целом о том, что общий стандарт достаточно высокий. И в целом, я думаю, это здорово, что у вас есть государственная медицина. И здорово, что каждый имеет доступ к этой национально-государственной медицине. А если вы хотите доплатить еще немного, чтобы получить еще более хороший сервис или пойти в частную клинику, то вы тоже можете это сделать. То есть получается, что вы можете доплатить и получить более повышенный уровень услуг. И самое главное, я вижу, что этот уровень, который вам нужно платить, это не так-то и много. Честно говоря, если посмотреть на медицинские счета, которые выставляют в России, я могу сказать, что все это выглядит примерно как одна десятая той стоимости, что мы платим в Америке. Потому что там мы имеем дело с дутыми ценами на все услуги. И даже если у вас есть страховка, вам все равно, как правило, нужно будет заплатить по крайней мере 20% за стоимость услуги, ну, изредка 10%, и это будет больше, чем стоимость услуги в России. В общем, моя жена, которая приезжает сюда, естественно, чувствует себя комфортно с этой медициной. В общем, она иногда ходит к зубному, и своего ребенка мы в этот раз водили к детскому зубному, и получается, что для нас это достаточно экономично, а уровень медицины очень высокий. Я думаю, что граждане западных стран вообще удивились бы, насколько здесь есть качество медицинских услуг, выбор, и насколько это доступно. В этот раз Олеся решила у меня вырвать два зуба мудрости в очень хорошей клинике, действительно, в центре Москвы, которая была нам рекомендована. Мы действительно туда сходили, и все сделали, как и планировали. Это была шикарная клиника, и стоимость его составила 600 долларов. В Америке стоимость таких медицинских услуг, даже со страховкой, которая для стоматологии покрыла бы 50% в сумме, составила для нас как минимум 1000 долларов. Что еще важно заметить, в Америке Олесе предлагали вырвать два зуба мудрости с полной седацией, то есть ее бы отключили во время операции, она была бы не в сознании. Жили ей просто сделаны местные анестезии, то есть она была абсолютно в сознании, когда ей вырывали зубы, и ей так было более комфортно. То есть в России это вообще обычная практика, используя такую местную анестезию, и нам было более комфортно именно с таким вариантом. Американская рекомендация седации нас удивила. Да, погода в России зубой действительно очень и очень тяжелая, как и говорят. То есть действительно, и может быть очень много снега, и может быть сильный ветер. Если вы, например, из Калифорнии, где всегда тепло, и не хотите покидать оазис, это всегда теплая погода, и с солнышком, то вам, может быть, да, совсем здесь не покажет это приятным. Но если вы готовы к разнообразию, если вам в целом нравится снег, и вы готовы посмотреть какую-то смену сезона, что-то новое, тогда я думаю, что вам понравится в России. Вообще, я вырос на севере штата Нью-Йорк, где тоже было много снега, но сейчас мне нравится жить в теплой Калифорнии. В целом, мне всегда достаточно где-то 8 дней в Москве, и потом я уже начинаю немного ворчать. Солнце в Москве обалдеть! Одна из самых интересных вещей в Москве, это, конечно, просто смотреть на женщин, потому что в Москве очень много красивых женщин, они очень хорошо одеты, и более того, женщины в Москве не боятся зимой носить красивые шубы, они хорошо выглядят, и просто на женщин приятно смотреть. В общем, это все очень здорово, и это определенная достопримечательность России, и я думаю, что женщины – это вообще двигатель России. Поэтому каждая поездка в Россию – это фантастический опыт, и для мужчин, я думаю, что это всегда очень интересные и привлекательные поездки. Давайте еще раз, все вместе! Солочка, роди! Солочка, роди! Тот факт, что в этот раз за 2 недели мы сходили примерно, наверное, на 8 шоу с детьми или без детей, включая драматическую постановку, балет. Мы ходили на различные новогодние спектакли, типа елок, театр с животными и цирк. Это все просто потрясающе. В общем, это было замечательно. Как я уже говорил, Нью-Йорк – это единственный город в Америке, с которым я мог бы сравнить вот это количество и уровень шоу. Я на самом деле поражен. И вот этот фокус именно Москвы и России на культуре, на творчестве – это очень-очень здорово. Когда мы ходили в Москве на эти живые шоу, представления, я отметил для себя, что уровень акробатики и танца и просто выступлений на сцене очень-очень высокий. Это очень здорово. Ну и вообще, в принципе, когда мы в Москве, мы всегда замечательно проводим свое время. Мы – это русско-американская семья, которая в данный момент живет в Южной Калифорнии, но мы также достаточно часто ездим в Москву. Если вы хотите следить за нашими приключениями, подписывайтесь на наш канал «Follow the Winklers» на английском языке и «Олесю Винклер» на русском. И узнать очень много интересного о жизни русско-американской семьи. «Олесю Винклер» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова